Дорогие друзья, вечер бокса продолжает восьмираундовый поединок в суперлегком весе до 63,5 килограммов. Синий угол ринга. Встречайте бойца из России, город Волгоград. Гор Хачатря! Ну что, друзья, такое скрытое главное событие вечера сегодняшнего турнира, по моему мнению, битва двух непобежденных, очень серьезных таких проспектов. И первый из них Гор Хачатрян, представитель города Волгоград. Земелья, ни много ни мало чемпиона, топ-дог Олега Фомичева. То есть можно сказать, что Волгоград такой кладезь талантливого боксера. 5-0 профессиональный рекорд Гор Хачатряна, 5 побед, 4 нокаутами, 172 сантиметра его рост. И он очень хороший боксер, который здесь, в Академии Дидаморс РМК, себя уже показывал отлично. В WBC на талии одет, 1, 2, 3, 2, 4, тебя в нокаут отправит мой бро. Наш панчер посадит на пол, до 10 не встанет никто. Красный угол ринга, встречайте соперника из Узбекистана, город Ташкент. Джахан Кир, Расула! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Уважаемые дамы и господа, я так представляю вам соперника в синем углу. Боец из России, город Волгоград. Ему 26 лет, рост 172 сантиметра, вес 64 килограмма, 250 граммов. Профрекорд 5 боев, во всех одержаны победой 4 нокаута. Экс-чемпион WBC Азия Континенталь, Гор Хачатрян. Его соперник в красном углу из Узбекистана, город Ташкент. Ему 27 лет, рост 179 сантиметров, вес 64 килограмма, 450 граммов. Профрекорд 7 боев, во всех одержаны победы все нокаутом. Действующий чемпион WBC славянских и балтийских стран. Чохангир Расулан. Рефери боя Семен Стокеев. Господа боксеры, слушай, мы команду внимательно не нарушали. Пожали руки. Желаю удачи. Ну что, друзья, один из самых ожидаемых поединков в сегодняшней программе. Один из трех поединков, где встречается, как говорится, такой проспект глэш, не битый, парцемельные. И такие, причем с очень хорошим бэкграундом. Вообще битва нокаутеров самая настоящая. И первый восьмираундовый поединок в сегодняшней программе. Да, у нас их будет целых три штуки, потом десятираундовый. Но зная репутацию вот этих двоих парней, есть ощущение, что здесь мы все восемь можем и не увидеть. Вполне может быть. И при этом, смотрите, зал, откровенно говоря, затих и ждут. Да, никто не моргает, никто не уходит за кофе. Все внимательно смотрят поединку. И смотри, да, здесь нет высокого темпа с первых секунд. То есть ребята прекрасно понимают, что их основное оружие – это не серия из десяти ударов, а это жирная финиширующая точка. Ты посмотри, Иргаша в два раза сильно пробивает. Только это Расулов. Ой, прошу прощения, конечно же. Мы его тут сравнили с Джахоном и Расуловым. Это первый номер Узбекистана в этом весе. А, конечно же, здесь Джахон и Расулов. Ну, вообще у нас Узбекистан, ну, какая одна из двух, наверное, ведущих боксерских школ в мире прямо сейчас. Откуда выходят любители высочайшего класса. Да и не только любители, честно скажем. Бокс, скажем так, на очень высоком уровне в этой стране. Как любительский олимпийский, так, конечно же, и профессиональный. Хорошо, плотно опять всаживает Джахон Гир. Ну, он тут серии накидывать не будет. Я думаю, я думаю, все-таки Хачатрян скорее будет работать серийно. Ну, и пока тоже Хачатрян так выбрасывает одиночный. Нет-нет, сдваивает с дальней руки эти апперкоты. Но их видит, кстати, здесь все Расулов. Пока что абсолютно спокоен Джахон Гир. Ждет своего момента, чтобы разрядиться. А подсказывают здесь уже Расулову, работать надо, работать. Ну, вообще, да, конечно, раунды так можно проигрывать, если ты просто ходишь за соперником и ждешь. Двойка, но в блок. Еще один левый боковой, но рука была на месте там у Гора. По четырям сам взрывается. Комбинация, да. И Гор решил сопернику напомнить, что тоже не гладит. Плотно. Туда за перчатку. Даже слышно, да, вот какой силы удар. Слышно, насколько, да, акцентированный удар. Вот что, тренд до корпуса дотянулся. Уж ты, а через руку подловил здесь сейчас Гор. Обменялись джебами боксеры. Секунд до конца первого раунда. Включится немножко Расулов или будет так аккуратно? Ну, пока аккуратно. Хорошо до корпуса, мне сказалось, дотянулся уже Расулов, а мы с вами уходим на первый перерыв. Расскажем. 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 Продолжение следует... Итак, продолжаем смотреть поединок двух нокаутеров. Достаточно нервно все в ринге. Ребята ждут своего момента, обмениваются ударами. Но каких-то сумасшедших скоростей мы здесь пока не видим. Парни прекрасно понимают репутацию друг друга. Понимаю, что все может закончиться после одной ошибки. Поэтому стараюсь сильно не рисковать. Ну и что нужно отметить, что, наверное, у Расулова-то все поединки закончены досрочно. А вот у Гор Хачтыряна предыдущий его поединок в июне 2023 года прошел всю дистанцию против Идриса. Как раз-таки Адлаева. И надо сказать, что он поднялся в весе. То есть свои предыдущие поединки все досрочные. Вот, как сказал наш коллега между раундами. Снайпер в засаде у нас Расулов. И вот это был его выстрел. Он своим болельщикам показывает. Ребята, спокойнее пока присядьте. И начинает обострять здесь уже Расулова. Ну так если чувствует, что пробил, чего ему ждать-то? Надо не давать сопернику восстановить. Ну смотри, Расулов ищет, да, момент ищет. Ждет. Хачтыряна не стесняется, закидывает одиночные удары. Такое ощущение, что он так подпришел все-таки в себя. Но ногда он был довольно неприятный такой. Он с правой в разрез залетел очень жестко. Вытягивает немножко на себя Хачтыряна. Ну вот один раз уже вытянут. Посмотрим. Да. Потому как, мне кажется, знаете, вот этими одиночными ударами слишком, как сказать, увлекся. Да, вполне. И подловил его Расулов. А ему в углу Расунова говорили. Делай то, что ты умеешь лучше всего. Бей снизу, сзывалку, саживай плотно. Рано или поздно в размене. Неужели еще раз пошло? Мне показалось, там немножко склясали у гора. Да-да-да. Видимо, даже сквозь перчатки чувствуют эти боковые. Поперкот. Расулов, несмотря на то, что имеет преимущество в росте, с удовольствием работает на ближней и средней дистанции. Паузу опять берет здесь Расулов. Хачтыряна старается ее заполнять тут же сдвоенными ударами. Ну, по ощущениям Расулов очень плотно перекрыт. Ничего лишнего не пропускает. Да. Смотри. Заманивая, да, вот этим джебом Расулов. Ждет, видимо, контратаку, чтобы свой удар выкинуть вправо. Хачтыряна понимает, что просто так ждать соперника здесь очень опасно. Старается что-то выбрасывать. Все на плов пока. По корпусу решил отработать Расулов. Серия отход от Хачтыряна. Но у него уже раунд проигран, я думаю, в любом случае с нокдауном. Сто процентов. Особенно такой конкурентный. В целом в остальном раунд достаточно близкий, но нокдаун все решает. Тем интереснее нам продолжать смотреть этот бой. Послушай, внимательно сейчас смотри. Ты перемудриваешь, там ничего сложного, ты же, видишь, разобрался. Ты не надо мудрить, ты ударишь в живот, переведи, переведи на голову в сторону. Назад не пячься от него. Понял? Раскачиваешь бейс, подхвативаешь. Раскачиваешь бейс, подхвативаешь. Смотрели мы с коллегами повтор, конечно, чистейший был нокдаун в предыдущем раунде. Первый раз в своей карьере Гор Хачатриан оказался в нокдауне. Это, кстати, правда. Гугу Гору подсказывали, чтобы он бил похитрее, не стоять перед соперником, немножко поддавливая его. Расулов продолжает, да, вот эту свою манеру. Он ждет свой момент. Он очень внимательно работает, реагирует на атаки соперника и правую руку держит заряженной. Узко-коротко там под руку ткнув, Хачатриан правой рукой под переднюю руку своего соперника. Но нет, да, ощущений от ударов Гора, как будто они какую-то смертельную опасность несут, в то время как Расулов заряжает потяжелее. Чем-то не удивляют, да, не скажем так, Расулова. Смотрите, теперь уже Расулов пошел вперед в паре эпизодов, но внимательно здесь отрабатывает защиту. Попытался там в Джахунгире забросить, теперь ход сначала слева, потом справа. Хачатриан чуть по-разнообразнее работает. Ну, мне кажется, знаешь, вот так за блок просто прячется здесь Расулов, и у Джахунгире каких-то проблем с этим нет. Три двойных, три стройных даже, таких боковых слева. Начинает разбивать по этажам, через полу, да, сходу за полу, получает здесь Расулов разрядилась. Да. И прошел размер. Расулов активизировался в третьем раунде. Стал острее работать, наращивает он. Есть рассечение на правом глазу там у гора Хачатриана. Мне кажется, пропустил он туда. И не раз, мне кажется, так же. Ай, Расулов еще и... Ай, Расулов еще и... Джахунгир еще и этажи стал переключать. Тут же вот этот короткий, да, апперкот слева туда залетает, заходит. Ну, вот здесь на ближний конец. Вот, красиво, хороший апперкот. Расулов нет, смысла толкаться. Там... Ног все равно прессингует. Похожу этот ногами! Презент! 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 Двое! 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 Влево поли сюда! Хорошо попал! И левый пол. Заодно! Заодно! Очень плотный раунд, да. Старается Асур отвечать на каждый удар своего соперника и желательно потяжелее. Причем лишней серийности нет, каждый вколачивает один-два удара. Очень плотный, нервный поединок, ждем продолжения. Так он. Ясно, я ладу, мой бой. Понял? У меня у него удар. Ты красавец. Чего ты, судя, не подбери. Понял? Все, что мы стараемся, оно получается. Снизу ты попадаешь. Проба еще раз дует. Пап, 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 плечем тебе в голову. Пап, 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 плечем тебе в голову. Секунданты. Макс. Четвертый раунд. Если напомнить событие, то во втором раунде побывал в нокдаун Егор Хачатрян. Первый раз в своей карьере. Ну, а предыдущий третий выдался очень таким событийным, насыщенным. Много разменов, много плотных. О, попал. Он здесь подработает. Хорошо. Хорошо, смотри. Не собирается сдаваться, не собирается давать заднюю. Нет задней передачи у Егора Хачатряна. Он давит своего соперника, вминает его в канаты и отрабатывает, сколько есть собственных сил. Хорошие, кстати, апперкоты проходят у Хачатряна на ближней дистанции между перчаток. Такое ощущение, что Джо Хангирс так сам позволил себя поставить спиной калантом. Вполне. Может, он именно отсюда хочет ногой толкнуться, жестко попасть одиночным ударом. Снова соперника отправить полежать. Но бой, конечно, пока плотнейший. Такой чистый профессиональный бокс. Никакой суеты, никаких челноков. Оба плотно стоят на ноге. И оба бьют. При всем при этом и клинчей какого-то большого количества мы с вами практически не видим чистых ударов. В инсайде довольно чисто работают ребята. Это действительно так. Казалось бы, на секундочку там три удара донес до цели Горн. Не очень жестко, но тут же плотно не двумя ударами отвечает Джо Хангир. Раз, плотно. Упирается ногой по горку, что там попал. И снова... И даже не печень, а в принципе... Каждый удар был стоил, куда-то туда. И это было три удара подряд. То есть это Расулов готовил. И это все рассчитывал. И Берни показал, куда-то дал локоть. Да. По второй раз на даунах по четырян. Это уже очень серьезное преимущество даже по очкам. Я даже не говорю про в принципе урон. Это вот с точки зрения подсчета. Несмотря ни на что, всего середина у нас поединка. Такой четвертый раунд из восьми запланированных. Гор берет небольшую паузу. Начинает пятиться. Расулов как смотрит на соперника. Вот уже как на добычу. Как же, видимо, расшифровал своего оппонента. Понимает, что теперь надо наказывать по корпусу. Что пробил. И есть возможность в этим слабым местом воспользоваться. Буквально так, как гвозди втыкает вот эти апперкоты в туловище. Я сейчас имею в виду, конечно же, Джафон Гира. Да, да, да. Молодец. Поймай на движение. Короткий боку. Пять секунд. Пять секунд. Пять секунд убирай. Дерни, дай. Дерни, дай. Читрян, конечно, бьет не кисло, но ощущение, что у Расула потяжелее удар. Ну и, как мы уже говорили, да, немножко играется соперником. Ну что, такой серьезный задел себе создал Расулов. Посмотрим, как бой продолжится. И мы заходим во вторую половину поединка. Видишь, ничего у него не получается, когда ты боксируешь. Видишь, не получается. Еще раз. Через живот на голову. Ты правый, правый добавил. Смотри, похоже. Правый добавил, сбоку правый. Дарь, дарь, левый снег. Дарь, 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 дарь. Дарь, 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 дарь. И говорю, не выходи. Увидишь, не всегда. Дарь, дарь, дарь. Я падаю в грязь с тобой, я падаю в пираму. Я падаю в грязь с тобой, я падаю в пираму. Быстрее! Борс! Продолжаем смотреть Джахангир Расулов против Гора Хачатряна. Мы ожидали большую зрелищность от этого поединка и пока, мне кажется, что мы именно ее и получаем. Так, там небольшие проблемы с экипировкой у Гора Хачатряна. Сейчас это очень быстро устранят. Такой, как... Не знаю, как... Тигр, что ли, ходил из стороны в сторону Гор... Прошу прощения, Джахангир Расулов, конечно же. Не терпелось ему продолжить это. Но не стоял на месте. Продолжал двигаться. Отличный Лерис Город. По звуку слышно, что плотно попал. Мне показалось больше в перчатку туда или где-то в область лба, возможно. Ну, мы видели, что удары на Сулово даже сквозь. Здесь смотри, как чисто попадает Хачатряна. Мне кажется, Джахангир вообще... Вообще как-то не отреагировал на этот удар. По ощущению, что он его просто даст. Ушел и не поморщился. И продолжил шагать вперед. Смотри, поддавливает. Ищет свой момент. Хачатряна понимает, что если он встанет на одном месте ринга, то может отправиться вниз. Легкой мишенью, легкой добычей для своего соперника. И понимает это Хачатряна. Смотри, как часто ходит. Снова корпус. Жестко пробивает корпус Расулов. Мы помним, что в предыдущем раунде в нокдаун он отправил ударом по туловищу своего соперника. Да, нам даже показали это на повторе. Мы там даже поразмышляли в солнечное сплетение, либо в область печени был нанесен этот удар. В любом случае по туловищу было плотно. И прочувствовал там Хачатряна. И, как мы знаем, корпус не восстанавливается так быстро, как это делает голова у людей. Поэтому Расулов понимает... И продолжает это делать, понимает, что там пробито. Понимает, что туда можно работать и получать от этого результат. Смотри, Расулов уже просто призывает Хачатряна порубиться. При всем при этом, мне кажется, да, все-таки смотри, вот там с той гематомой над правым глазом и рассечением справились в углу. Да. У гора Хачатряна тут опытные катманы из команды Дмитрия Лучникова. Да и сам Дмитрий здесь, честно скажем, один из лучших специалистов в мире в этой сфере и точно номер один в России. Это так, это так. Слишком много, мне кажется, да, так стал пережидать где-то до Хангин. Да, возможно, большая пауза. Да, 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 да. И корпус пришел в себя. Хачатряна так опять начинает тянуть. Возможно, взял этот раунд на восстановление. Потому что, как и говоришь ты, коллега, корпус так быстро не устанавливается, как может голова. Это правда. Но оказывает тоже так, как отряд на самом деле соперника, который вперед не прощает своими боковыми. Ну, Расулов стоит на месте и бьет мало, по сравнению особенно с предыдущим раундом, но, возможно, тоже взял паузу. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Шестой раунд, друзья. Расулов его начинает с такого рельса джеба. Да, да, да. Смотри, снова в такую, в тайскую стойку встает Расулов. Здесь на задней ноге. Руки перед собой далеко. Где-то блокирует. Но большие паузы никуда не делись, да, у Джахон Гир? Джахон Гир, возможно, даже так пытается немножко вытянуть на себя здесь Гора. Потому что предыдущий раунд Гор взял, видимо, так под восстановление, отрибился вторым номером. То есть сменил немножко тактику по сравнению с первыми раундами. Шоу! Прича удалил, еще один раз. Яросулов ест эти удары и призывает Гор порубиться своего соперника. Опять коротко по Тулове еще ткнул здесь. Яросулов не заполняет вот эти паузы почему-то. Слишком долго выцеливает, да, так ждет. Ну, пережидают, я бы сказал. Вот здесь Насулов выкинул пару ударов, но нужно больше. Собрана, два руки. Хорошо. Ну, смотри, выкидывайте, выкидывайте. 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 Вот так. Вы видите? Продолжает Чатрян активно огрызаться. При этом постоянно работая вторым номером. Смотрите, краску корпус сразу перекрыл. Акасов включился. Акасов включился. Вот так вот отработать он спойлером немножко. Ой, Расулов попадает. Не показалось, рука была там на месте у подбородка. Иначе все было бы по-другому. Я имею в виду Чатрян. Тревожное звоночко для Гора. Он так подраскрылся. Вроде и сам получше стал работать, но при этом дает шансы сопернику. Один из апперкотов опять попал куда-то туда, вон из груди у Джахаргира. Много вязаться, да, стал Гор? Подсушивает немножко бой. Пытается спойлерить. Хорошо, апперкот здесь отрасывал. По туловищу, вопло. Как будто попал. И такое ощущение, да, мальчик устроил Гор. Есть время, да, здесь у Джахаргира. Будет ли обострять? Смотри, ищет, да, Расулов. Ищет свой удар. Гор в ответ пробил неплохо. Поехал встыкает и по голове, там, и прямым. Так, и снова попал Расулов. Концовка. Такой качельный раунд, да, у нас? То в одну, то в другую сторону переходят. Оба очень хорошо бьют, мощно. Расулов пытается тут поиграть. Защиту корпусом и этим разменом раунд заканчивается. Ну, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну что, друзья, седьмой раунд. Джахангира Сулов против Гораха Чатряна. Очень неплохие два раунда выдал Гор. После нокдаунах-то особенно. Во втором и в четвертом там побывал Горах Чатырян в нокдаунах. И при этом пятый, шестой отработал очень неплохо. Да, да. Ну и смотри, вот теперь Джахангира начинает немножко выманивать на себя, потому что предыдущих два раунда Гор, откровенно говоря, работал вторым номером. С джебом дотягивается здесь Гор. И Расулов очень мало бьет. Чахангира, да, снизил количество выбрасываемых ударов, и это не идет ему на пользу. Может быть, там что-то с рукой, потому что сейчас вот он ее встряхнул. А Гор тем временем попал в корпус. Да и в лоб тоже джебом плотно, да. И еще Райк справился. Попадает Гор, он у нас делал в предыдущем раунде. Вот так как-то немножко у Джахангира снизилась реакция как-то, возможно, что-ли подустал, то ли что-то не получается у него. Радо-радо пропускает он вот эти не очень жесткие, но в то же время точные удары. Внимательно! Гор, внимательно! А Расулову нужно больше выбрасывать ударов, о чем, кстати, и говорили ему в углу. Дерни, 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 поддавливай, поддавливай, поддавливай. Вот, лево, поддавливай. Работа, работа, Жарал! Чуть Сулов еще заходит вперед, здесь Джахалкир. Ну и Расулов все еще как будто в режиме снайпера в засаде работает, конечно, но... Есть ощущение, что слишком большие пауы там вперед. Вот такой эпизод вроде вот здесь вышел на ударную дистанцию здесь Джахалкир Расулов, но ударов не очень много, хотя вот здесь с корпуса на голову хорошо подцепил. Хачатряно просят не пятиться, а пытаться идти вперед, но тут апперкотом снова в гематогу попадает Расулов. Почувствует, нет, Расулов вот этот момент, как бы, по своему преимуществу. Включится ли у него вот этот инстинкт убийцы, как многие говорят. Ну да, да. При этом Горни на секундочку не встает на ногах, показывает Джахалкир, что готов вот здесь вот порубиться, даже убирает руки, опускает их. Немножко работает на зрителей, да. Да, да, шоу дает. Ну и кричат, просто там умоляют уже из угла Расулова продолжать работать, не паясничать в ринге. Вот этот, наверное, он везет, который нужно было, да. Да, он качает, да, он ставит соперника канатом, но точных попаданий-то нет. Вот так вот, друзья, ждем заключительный раунд боя. Братак, последний раунд. Бегай же, бери, брат. Да, хорошо бегай. Ну что теперь, блин? Давай нарабатывай. Нарабатывай. Субтитры создавал DimaTorzok Заключительный раунд боя. Давайте поддержим бойцов! Заключительный восьмой раунд противостояния Джахангиры Расулова и Кура Хачатряна. Рисовая категория до 63,5 килограммов. И напомним, что два непобежденных боксера, два нокаутера у нас с вами рубятся уже восьмой раунд в ринге. И бой можно было бы назвать очень близким и конкурентным, если бы не два нокаутера. Да, в которых побывал Горхач Ториан во втором и в четвертом раунде. Пятый раунд отработал вторым номером, как и шестой. Субтитры создавал DimaTorzok Цепанул. Так, Расулова что, решил в восьмом проснуться, да, наконец-то? Включить уже утера. Потому что подсказывали в углу, там вот, Джахангиро, ты двигаешься хорошо, но нужны и удары. Нужно больше выбрасывать хорошо. Еще один. Расулова в город, там хлещет со всей силой просто. Стыкает, стыкает, вот Джахангиро, держит все пока Хачтряанг. Ой, 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 ой. По затылку не бить просит рефери, дает тут небольшую паузу прийти в себя Хачтряанг. Низкова, она пробивает там Хачтряанг. Да, опять вот так вот руки в боки показывает здесь Расулов. Хачтряанг открылась. Прямо там внутри пробить-то не может. Да, да, рассечение открылось, там опять вновь на правой бровью. Два раза в лоб точно попадает Хачтряанг. Еще один раз туда же. И двойку все решил принять здесь так вот на голову. Представитель ташкентской школы бокса. Снова ставит канатом соперника Расулов, но ненадолго Хачтряанг очень подвижен во второй половине поединка. Но сделал он выводы от пропущенных ударов, что стоять здесь смерти подобно. Это точно. Так вот много легких ударов касается, нужны удары здесь больше, более плотные от Джахангиро. Минута до окончания поединка. Панбаза Джахангиро Расулова, да, подбадривает его, просит больше выбрасывать ударов. Но Расулов прессингует, но нет, да, чистых попаданий. Все там в блок куда-то, в вязаных перчатки. Нет вот этой клинической точности, которая была в первых раундах. Расулов прессингует, да, но он не является таким агрессором. Он работает первым номером, он идет вперед. Расулов очень сильно, кстати, правый глаз закрывается. Там исечка, гематома, да. Гору здоровья желаем. И спортивного долголетия. Ну а пока Расулов снова поджимает его у канатов, снова не бьет вместо этого. А вот это не нужно, наверное, здесь Джахангиро пропускать столько ударов. Гор точно доносит несколько быстрых, быстрых, плотных ударов. Надо отметить, что Горхо четырех после нокдаунов перестроился и смотрится очень здорово. И возможно, если бы бой был больше восьми раундов, все еще успело бы поменялся. Но у нас Расулов вымахивается в концовке. И празднует победу, которую ему пока судьи еще не отдали. Но мы с вами ждем их вердикт. Семья большой привет. Мама, я тебя люблю. Жена скоро будет у дома. Не скучай. Ну, дорогие друзья, вот это был бой. Вот это был бой. Трипл Г-стайл. Го-го. Итак, по окончании восьми раундов, обратимся к судейским запискам. 76-74 и дважды 75-75. Большинством судейских голосов результат боя – ничья! Большинство! 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 Продолжение следует...